Добрый вечер, уважаемые телезрители! Программа «Наш город» в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить о системе работы депутатского корпуса, вообще о работе городского совета депутатов города Горнолтайска. И у нас сегодня в студии Юрий Викторович Нечаев, председатель городского совета депутатов города Горнолтайска. Юрий Викторович, добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые наши земляки, жители города Горнолтайска. Мы рады сегодня вас будем видеть и ответить на все те вопросы, которые поступят в нашу студию. Прежде чем мы будем отвечать на ваши вопросы, уважаемые телезрители, я должен напомнить, что мы работаем традиционно на четвертой кнопке эфирного вещания, а также на девятнадцатой кнопке цифрового пакета Ростелекома. Но главное, мы работаем на интернет-медиапортале «Вся Россия». И как нас там можно найти, пожалуйста, посмотрите короткий материал. Для того, чтобы войти на медиапортал «Вся Россия», в поисковой системе Яндекс нужно набрать два слова «Вся Россия». Нужная ссылка будет на первой позиции. Открываем ее и попадаем на главную страницу медиапортала «Вся Россия». Кликаем на «Республику Алтай» и попадаем в нужный нам раздел. Ну что ж, Юрий Викторович, еще раз добрый вечер. Добрый вечер, возражаемые жители города Горно-Алтайска. Мы сегодня поговорим о работе нашего городского совета депутатов. Расскажем деятельность, какие задачи были поставлены в 2015 году, что предстоит нам сделать в 2016 году с нашим депутатским корпусом. Согласно уставу города Горно-Алтайска, совета депутатов, количество депутатов в городе Горно-Алтайске 21 человек. Что нового было в выборах третьего созыва? То, что эти выборы прошли по смешанной системе. Десять депутатов были выбраны по однодатным округам, и остальные депутаты были выбраны от политических партий. Политические партии, которые сегодня присутствуют в городском совете, это «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Коммунистическая партия» и «ЛДПР». Но я считаю, что сегодня присутствие депутатов из других партий никаким образом не влияет, я думаю, на нашу работу. Самая главная задача – это работа на наши избиратели, на наши жители города Горно-Алтайска. Основным документом сегодня, который мы с вами пользуемся, которые должны сегодня действовать, конечно же, это принятие бюджета города Горно-Алтайска. Поэтому мы принимаем на сессии бюджет города, утверждаем его, и согласно бюджету, соответственно, мы распределяем средства, которые и смотрим, следим, на что они сегодня идут. За прошедшие три года с небольшим действием нашего депутатского корпуса было проведено 26 сессий, где ставились различные вопросы, различные задачи, которые мы старались все вместе решить с нашим депутатским корпусом. Я считаю, что сегодня главная задача – это взаимодействие депутатского корпуса, администрации города Горно-Алтайска и жителей нашего города. Мы знаем, что сегодня в городе много проблем, которые мы должны вместе их решать. Поэтому депутатским корпусом было принято такое решение, что один раз в год каждый депутат-одномодатник должен провести встречи, отчитаться, выслушать все те вопросы своего округа, и, соответственно, те вопросы, которые возникают, их необходимо в течение этого года или в последующих так называемых депутатских наказах, необходимо их решать. Вопросы бывают различные. Начиная от благоустройства, бытового мусора, освещения, дорог, которые сегодня ставят наши избиратели, они сегодня, эти вопросы должны, конечно, решаться. Но на все, конечно, не хватает средств. Поэтому те наказы, которые сегодня поступают от наших избирателей, мы составляем план, это, конечно, не на год, а на весь тот избирательный срок, который сегодня избраны наши депутаты, они стараются, конечно, их решить. Поэтому, чтобы можно было встретиться с депутатами, мы решили, что каждый депутат обязательно один раз в месяц принимает наших избирателей. Это проходит в администрации города Горно-Алтайска на четвертом этаже, в 418 кабинете. Можно задать вопросы письменно, в электронном виде, факсом по телефону 2-94-05. Поэтому любые вопросы, которые волнуют наших избирателей, я думаю, что они должны решаться, и эти задачи должны выполняться. Депутаты очень активно принимают сегодня участие в различных мероприятиях города. Даже вот последний тот момент, что сегодня 12 елок в наших микрорайонах появятся и откроются буквально в эту субботу. Поэтому мы приглашаем всех жителей также активно принять в этом участие. Если какие-то будут вопросы, там же будут присутствовать наши депутаты, им можно будет задать вопрос. Поэтому я сегодня готов ответить на все те вопросы, которые будут поступать от телезрителей. Если они будут касаться администрации или каких-то других вопросов, я думаю, что мы их дадим чуть позднее письменно. Я хочу напомнить нашим зрителям, что вы можете позвонить к нам сюда, в студию прямого эфира по телефону, который вы видите на своих экранах. У меня первый вопрос, Юрий Викторович, такой. Оказывают ли в нашем городе помощь малоимущим в ремонте квартир? Завьялова Маргарита Павловна спрашивает. В нашем городе существует программа «Забота», которая предусмотрена в бюджете города Горно-Алтайска на оказание данной помощи как раз вот этой категории. Первый такой вот пример. Мы оказываем помощь более пожилому населению. Это называется помощь овощей, где приобретаются различные овощи. Таким образом, как бы в этом отношении. Что касается другой помощи. Это ремонт, допустим, небольших объемов кровли, печи. Если необходимо кому-то оказать данную помощь, необходимо обратиться в городской отдел здравоохранения и социальной политики, которая находится у нас рядом с администрацией города Горно-Алтайска, по телефону 2-40-68. Необходимо собрать определенный пакет документов, комиссия рассмотрит, выйдет на место заявителю и, думаю, данная помощь нужна. Следующий вопрос. Как решить проблемы экологии в Горно-Алтайске? И видите ли вы их, как их можно решить? Например, загрязнение воздуха очистными сооружениями города. Мария Павловна Майдорова спрашивает. Да, особенно эта проблема, я считаю, была до 2008 года. Как вы помните, наверное, уважаемые жители города Горно-Алтайска, с 2008 года наши котельные города Горно-Алтайска начали переходить на газ. До этого тоннами вот эта сажа сыпалась, конечно, на головы наших горожан. Сегодня переведены более 50 наших котельных. Сегодня более тысячи домовладений города Горно-Алтайска, частного сектора, также переведены, соответственно, на газ. Я считаю, это очень здорово. Вы заметили, что и наши автобусы, и транспорт также переходят на газ. Я считаю, что это сегодня очень здорово влияет на нашу экологию. Но самое главное, также я думаю, что это то, что нам необходимо, все вместе, соответственно, следить за чистотой. На протяжении многих лет, начиная с 2011 года, наш город Горно-Алтайска, он небольшой, у нас всего 60 тысяч населения, а среди городов до 100 тысяч населения, мы в течение многих лет занимаем призовые места, где отмечается это хорошее качество воды, воздуха и многих-многих других параметров. Да, в последнее время многие жители задают вопрос по нашим очистным сооружениям. Есть проблема, я согласен. Поэтому мы этот вопрос ставим на уровне правительства нашей республики. И в этом году уже предусмотрено 6 миллионов это на изготовление проектной сметной документации. Она будет готова к концу декабря месяца. В следующем году в бюджете города Горно-Алтайска предусмотрено 20 миллионов это на реконструкцию данных сооружений. И также 40 миллионов предусмотрено в республиканском бюджете. Я думаю, что к 2016 году проблема очистных сооружений будет решена. Такой вопрос. Выборы депутатов прошли в сентябре этого года. Жители улиц Терешковой, Гагарина, Савицкой не видели и не знают своего депутата. Как можно встретиться с этим человеком, задать ему вопросы? Спрашивает Василий Михайлович Чуркин, житель дома номер 19 по улице Терешковой. Да, у нас в 2015 году прошли довыборы по трем округам. Так как у нас депутаты городского совета, это трое, которые были выбраны депутатом Государственного собрания Релкурултай. По этим улицам, по данному микрорайону прошли выборы. И там победил депутат. Это Корнаух Ирина Евгеньевна. Она также будет вести прием в январе. Это 22 января. Вы можете обращаться по телефону 29405. И, соответственно, будут поставлены сливами вопросы. Я думаю, что она постарается на них ответить. Вот такой вопрос. Что делать с бытовым мусором жителям частного сектора? Вывозим самостоятельно мусор в баки многоэтажек. Контейнеров у нас нет. Если где и стоит один, то он всегда полон. МС Переверзев. Да, эта проблема особенно касается нашего частного сектора. Если взять благоустроенный сектор, там проблем нет. Там все платят, мусор вывозится, чистота и порядок. Хотя есть и проблемы, случаются, и сбои. Что касается частного сектора. Сейчас на рынке, который занимается данная услуга, это у нас 6 организаций. Можно, соответственно, обратиться к любой из них. Они сейчас, соответственно, начинают работать. Некоторые заходят с 1 января на новые микрорайоны. Я думаю, чтобы решить данную проблему и узнать, кто на вашем участке сегодня будет заниматься с вывозом данного мусора, можно обратиться по телефону 29403 в отдел экологии города Горно-Алтайская. Вот такой вопрос, Юрий Викторович. Вас прямо непосредственно спрашивают. Вы за или против малоэтажного коттеджного строительства в нашем городе? Сморис Кундулевич Прадоков. Ну, мы живем в городе Горно-Алтайске. Это столица нашего города. Я думаю, что хаотичность и желание строительства или многоэтажек, или, будем говорить, тех строений, как мы называем коттедж, я думаю, что это не совсем правильно поставленный вопрос. Во-первых, мы должны действовать и придерживаться градостроительного плана. Он, который принят, и будет у нас развиваться город по данному плану. Он существует у нас до 2025 года. Я считаю, что город Горно-Алтайск не так много имеет земли. И думаю, что в центре, все-таки, где находятся наши уже старенькие домишки, здесь должны появляться многоэтажки. А что касается новых микрорайонов, у нас их в городе Горно-Алтайске более 15. Это взять, если кто давно не был, посмотрите. Каяс, Баят и многие-многие другие новостройки. Там, конечно, сегодня появляются малоэтажные дома, как раз вот эти коттеджи. Конечно, это здорово, когда каждый может иметь кусочек земли, заниматься в огороде и так далее. Но в центре города, я считаю, это мое личное мнение, мы, думаю, придерживаемся и плановой застройки города Горно-Алтайский, так называемой зональной застройки. Здесь должно быть многоэтажное строительство. Вопрос от Алтынай Сумачакова. Спрашивает. От водоканала до Горгаза стоят фонари без ламп. Темнеет рано и не видно дороги. Можно ли предпринять что-либо? Да, конечно, это есть проблема. Особенно сейчас, в декабре, когда быстро темняется, ученики возвращаются со школы, с работы идут люди, наши жители. Поэтому, если, уважаемые жители, есть вопросы, проблемы по освещению, как сейчас поставлено задачей, то необходимо обратиться, конечно, или к вашему депутату данного округа. Можно обратиться к нам, соответственно, в городской совет депутатов 29405. Мы реагируем. Мы ежегодно заказываем два контейнера ламп для освещения наших улиц. Конечно, у каждого дома на каждом фонаре не повесить. Но там, где сегодня имеется фонарь, если он не горит, конечно, это неправильно. Поэтому мы ждем таких звонков, замечаний, конечно. Я думаю, что в ближайшее время все поправится. Фонари будут гореть. Следующий вопрос. Есть остановка по требованию возле школы номер 5 по маршруту до лыжной базы. Стоят три ребенка из начальной школы. Водитель автобуса проехал мимо, не остановившись. На замечание пассажиров сказал, что дети не голосовали, и они мерзли, дожидаясь, когда их довезут до дома. Раиса Павловна Федотова. Вот такая реплика. Да, у нас в городе Горно-Алтайске в последнее время появляется очень много автобусных маршрутов. Это их более 40, если мы вспомним, что примерно в 90-е годы их было там не более 7. Конечно, везде по желанию, чтобы были у нас остановки, это невозможно. Но мы совместно комиссионно решаем, где можно установить остановки по требованию. И, конечно, вот здесь, как раз где находится у нас школа, это пятая школа, было установлено, что необходимо, чтобы автобус здесь останавливался. Большая просьба. Если по просьбе водителя, или водитель проезжает мимо, когда люди стоят на остановке, особенно в непогоду, в дождь, в снег, необходимо просто записать номер автобуса, соответственно, и обратиться в администрацию города Горно-Алтайска. У нас имеется отдел, который занимается и следит за перевозками, соответственно, данных маршрутов. Бывает, что они и курят в автобусах, сезонная брань и так далее. Многие есть такие вопросы, обращаются к нам жители. У нас работает административная комиссия. Здесь или привлекается шофер, или тот предприниматель, который оказывает эти услуги. Поэтому, если такие проблемы какие-то есть, нарушения, мы готовы выслушать и примем, конечно, к ним, соответственно, по законодательству. У нас много срубают деревьев при строительстве. Хотелось бы, чтобы больше озеленяли потом во дворах многоэтажных домов и вдоль дороги, кроме главного проспекта в городе. Оржан Лиясов. Да, но без строительства, конечно, бывает в данном случае, где-то необходимо, может быть, убрать дерево, соответственно, при строительстве того или иного дома. Но, конечно, я думаю, что город наш, Горноалтайск, это город, где много очень деревьев. Вы заметили, наверное, что появляется много различных клумб, цветов. Сегодня мы стараемся благоустроить наш город таким образом, чтобы он стал более зеленым. За последнее время высаживается не одна сотня деревьев. Особенно в этом году, в год юбилейный, посвященный 70-летию Великой Победы, было высадено более сотен различных деревьев. И в парках, и в набережной появляется. Мы всегда призываем наших жителей, наших микрорайонов, или многоэтажек, или частного сектора, соответственно, чтобы выходили на субботники, мы будем стараться обеспечивать материалом, и чтобы они в этом принимали участие. И думаю, что с каждым годом деревьев все будет больше, и город будет зеленее. Следующий вопрос. Каковы тенденции туриндустрии в городе Горно-Алтайске? Все туристы проезжают в сторону Чемала, в сторону озер. Может быть, заманивать туристов в сам Горно-Алтайск? Ведь нам есть чем гордиться, и чтобы деньги от туризма поступали и в городскую казну, а не только владельцам туристических баз из соседних регионов. Вадим Паштанаков. Да, я согласен, что наша республика в последнее время, или последний год становится более привлекательной. Едут к нам много очень туристов. Посетило в этом году по статистике более миллионов туристов нашу республику. И, конечно, мы сегодня очень рады встрече, когда приезжают к нам из разных регионов. Но я считаю, правильно поставлен вопрос, что есть, что показать у нас в городе Горно-Алтайске. Это замечательно. У нас сегодня музей, театр, другие достопримечательности. В городе делается сейчас очень и очень много. Сегодня развивается, я считаю, что и Иламда. Сегодня появляются неплохие другие какие-то места. Понятно, что здесь нужно еще много работать, дорабатывать. Но я думаю, что это одна из тех задач, которая состоит сегодня и при администрации города Горно-Алтайска, и правительства, чтобы больше в нашем городе, в нашей республике было туристов. Соответственно, зависит будет, конечно, и бюджет нашего города. Когда заасфальтируют улицу Заводскую? После прокладки газовых труб два года никто не ремонтирует дорогу. Грязи по колено. Анна Тропилина. Да, я уже говорил, что у нас очень активно идет газификация города Горно-Алтайска. Проложено несколько десятков километров в городе. Поэтому ясно, что здесь создаются не очень, будем так говорить, хорошие условия. Но мы прежде всего даем разрешение, но не мы даем, это городской отдел у нас хозяйства, горкомхоз, как мы называем, на разрешение прокладки, соответственно, газопровода. И ставится, конечно, задача, чтобы после того, как был проложен газопровод, был восстановлен. Если был асфальт, он должен там быть. Поэтому я помечу себе данный этот вопрос, выйду на определенные службы, соответственно, и потом в письменном виде или по телефону дам ответ. По срокам восстановления прокладки данной службы, когда будет восстановлена дорога после прокладки газификации. Следующий вопрос. Если посчитать, сколько в городе пивных забегаловок, сколько спортивных секций для молодежи, то ответ о досуге говорит сам за себя. Почему не поддержать инициативных молодых людей в организации молодежных спортивных секций, клубов по интересам, центров культуры и досуга, кружкам, как раньше, бальные танцы для современного хип-хопа, популярного молодежи упражнений на турниках, шахмат. Это же все нужно пропагандировать, интересовать молодежь. А то мало кто знает об их существовании, если даже они и есть. Был дом детского творчества на улице Бориса Головина. Где теперь этот дом пионеров? Спрашивает Мария Петровна Бородулина. Хороший вопрос. Конечно, мы сегодня только за здоровый образ жизни. Но сегодня посмотреть, если то на наших улицах, практически очень мало или практически нет уже тех кафе, забегалок, которые раньше были в городе Горноалтайске. В последнее время, где слышали мы громкую музыку и так далее, за исключением нашего городского парка. В последнее время, я считаю, что администрацию города вместе совместно с городским советом депутатов делается очень много. Появляются новые спортивные площадки. Буквально вот в этом году мы открыли на День города три спортивные площадки. Это в новом микрорайоне Каяса, где в дальнейшем будет строиться средняя школа, на Промышленной улице. Появилась детская, хорошая, считаю, площадка на улице Чемальской. И поэтому мы, депутатский корпус, когда рассматриваем наказы депутатов, соответственно распределяем. И наша задача, хотя бы чтобы одна площадка, спортивная, детская, появлялась на одном из округов. Поэтому я считаю, что эта работа должна продолжаться, что касается молодежного центра, или так называемого центра детского творчества. Вы знаете, что у нас в городе Горно-Алтайске, в городском парке, так называемое, стоит здание «Голубой Алтай». Принято решение, что данное здание было передано управлению образованием. Там уже начин ремонт, приступили к реконструкции отделки данного здания. И думаю, что в течение следующего года оно будет отремонтировано, и полностью это здание будет передано нашим учащимся и молодежи в город, где они будут проводить свой досуг и различные занятия. Уважаемые телезрители, к сожалению, мы должны попрощаться с теми, кто нас смотрит на четвертой кнопке эфирного вещания, на девятнадцатой кнопке цифрового пакета Ростелекома. Но я прошу всех, кому мы интересны, и у кого есть возможность, переключайтесь, пожалуйста, на медиапортал «Вся Россия», и мы там продолжаем. Те, кто нас смотрели и вынуждены сейчас прерваться, мы благодарим и прощаемся с вами. Для того, чтобы войти на медиапортал «Вся Россия», в поисковой системе «Яндекс» нужно набрать два слова «Вся Россия». Нужная ссылка будет на первой позиции. Открываем ее и попадаем на главную страницу медиапортала «Вся Россия». Кликаем на «Республику Алтай» и попадаем в нужный нам раздел. Редактор субтитров А.Семкин Итак, вопрос следующий. Продукты питания в магазинах города отвратительного качества. Вот прямо написано именно так. Я думаю, что это связано с тем, что крупные магазины превращены в филиалы сетевых поставщиков, которые успешно, в кавычках, спихивают в глубинку то, что наверняка они стали бы покупать в мегаполисах. Можно ли с этим как-то бороться? Что думают об этом депутаты? Спрашивает Дмитрий Асканаков. Есть данная проблема. Мы на одной из комиссий депутатов города Горнолтайска как раз рассматривали данный вопрос в рамках повышения цен на продукты. И было принято решение, что наша общественность, наши пенсионеры вместе с депутатами создаются такие комиссии, которые, соответственно, проходят по данным магазинам, смотрят не только за ценовой политикой, как сегодня растут или не растут цены на продукты, но также и смотрят на их качество. Поэтому мы также подключаем сегодня и молодежный центр, молодежь сегодня, которая также участвует в этих рейдах. Поэтому я считаю, что эту работу необходимо продолжать для того, чтобы, я считаю, что только на прилавках были качественные продукты. Ну, вот такой вопрос. Вот как написано, я так и читаю. Замучили асклейщики всякой, в кавычках, бумажной рекламы. То ванны меняют, то пальто, то двери, весь подъезд изгажен. Что делать? Как бороться с этой проблемой? Мы считаем, что сегодня в городе достаточно, где можно разместить любую рекламу, но у нас же некоторые, будем так говорить, нерадивые жители, они гораздо сегодня готовы расклеить данную рекламу и на столбах, и на дверях, и на углу какого-то дома. Существует законодательство, где необходимо, соответственно, их привлекать к административной ответственности. Мы всегда говорим, если где-то не хватает рекламных счетов, то необходимо их увеличивать. Особенно это на остановочных карманах. Сегодня вы увидели, там уже появляются более качественные, благоустроенные вот эти рекламные счеты. И думаю, что если будут такие заявки, вместе мы давайте будем смотреть. Здесь необходимо, чтобы архитектурный облик не нарушался, соответственно, в городе Горно-Алтайское. Но мы с этим постоянно стараемся бороться, разъяснять, и особенно администрация города, которая привлекает таких наших жителей к административной ответственности. Несколько вопросов, которые поступили вот уже во время нашего прямого эфира. Вопрос от Светланы Зяблицкой. В последнее время в районе детской больницы очень много диких бездомных собак. Это опасно для детей. Будут ли применяться какие-либо меры по отлову этих собачек? Что касается безнадзорных собак или те собаки, которые убежали от хозяев, конечно, это опасно, особенно для наших детей, ну и вообще для жителей города Горно-Алтайска. У нас создана служба при городском хозяйстве города Горно-Алтайска. Необходимо обратиться или по телефону, соответственно, туда, сделать заявку. Данная бригада быстро выезжает сегодня, отлавливает этих собак. Сегодня принято решение, что их необходимо сначала размещать. Если жители не обращаются, соответственно, через определенное время, ну, проводятся другие с ними виды работы. Следующий вопрос. Каким образом урегулировать взаимоотношения между соседями по законности построек бани и дома? Куда можно обратиться? Житель улицы Ула-Лушинская спрашивает. По данному вопросу или по данным вопросам, которые возникают между соседями, конечно, можно обратиться и в администрацию города, это в земельный комитет прежде всего, в архитектуру, депутату. Мы совместно с этими службами выезжаем, реагируем на данные жалобы. Если между данными соседями не удается найти взаимоотношения и согласия, ну, тогда необходимо, конечно, обратиться в суд. И суд поставит, соответственно, все на место. Следующий вопрос. На какую помощь от государства могут рассчитывать многодетные семьи? Спрашивает Вера Ивановна Безрядина. В первую очередь сегодня многодетным семьям оказывается помощь это выделение бесплатно земельных участков. Для данных вопросов можно обратиться в администрацию города Горно-Алтайска, в земельный комитет. Также сегодня необходимо можно обратиться в социальную защиту города Горно-Алтайска, где вам перечислят целый список той помощи, которая сегодня оказывается в данной категории. Где можно получить бесплатную помощь тем, кто впервые столкнулся с серьезной бюрократической проблемой? Николай Бессонов спрашивает. Ну, здесь как бы общий вопрос. Я думаю, что здесь, наверное, интересует сегодня нашего жителя по какой-то определенной, я думаю, позиции. Поэтому я думаю, что данные все эти вопросы и ответы можно получить в администрацию города Горно-Алтайска, в том или ином управлении или отделе, соответственно. Ну, такой вопрос. Как стать помощником депутата? Какими качествами и связями надо обладать для занятия столь ответственного поста? Александр. Вопрос хороший. У нас в городском совете депутатов, на освобожденной основе это только председатель городского совета депутата, все же остальные на общественных началах. Я считаю, чтобы стать помощником депутата, нужно очень активно участвовать в предвыборной и выборной, соответственно, организации с тем или другим депутатом. Если данный депутат пройдет на выборах непосредственно и с вашей поддержкой, я думаю, вы можете стать его помощником. Как Вы относитесь к программе «Доступное жилье молодой семье» и не собираются ли уменьшить количество денег, выделяемых на ее реализацию из-за кризиса? Иначе стройки придется заморозить. Как решить эту проблему, Аркадий Сысоев? Данная программа продолжает работать. Сегодня с поддержкой республиканских, соответственно, бюджетов, российской и города Горно-Алтайска. Вот в этом году на данную программу было выделено средств и по поддержке получило 15 семей. Это больше, чем в прошлом году. Я думаю, что данная программа будет работать и в дальнейшем. По всем вопросам можно обратиться в отдел молодежи города Горно-Алтайска. Дни приема вторник-четверг. И, пожалуй, последний вопрос на сегодня. Следующий. «Проживая по переулку Плесовый» «В осенний-весенний период очень тяжело добираться до остановки. Возле судебных приставов нет тротуаров для пешеходов. Вся грязь на пешеходах. Есть ли в планах ремонт по этому объекту?» Спрашивает Анна. «У нас сегодня, да, не на всей проезжей части, на всех улиц. У нас в городе Горно-Алтайске более 400 улиц и переулка, соответственно. Сегодня обустроить часть наших улиц тротуарами, где особенно у нас автобусные маршруты. То, что касается остальных улиц, соответственно, мы выезжаем и рассматриваем. Но прежде всего это необходимо, надо сделать и отвезти воду, чтобы вот эта грязь, эта вода не оставалась на проезжей части. Конечно, средств недостаточно, на все не хватит, но мы все это рассматриваем вместе с депутатским корпусом и по возможности стараемся решить. То, что касается данной улицы, данного тротуара, давайте посмотрим отдельно. Ну и, Юрий Ильич, я прошу вас в завершении программы сказать несколько слов. Уважаемые жители нашего города, разрешите всех поздравить с наступающим Новым годом. Это замечательный праздник. Это праздник, который особенно ждут наши дети, ждут наши избиратели. Пожелать всем, прежде всего, вам и вашим близким здоровья, успехов. И думаю, что все те желания, которые вы загадали, они обязательно исполнятся в следующем, в 2016 году. С Новым годом! Уважаемые телезрители, у нас в студии был Юрий Викторович Нечаев, председатель городского совета депутатов города Горно-Алтайска. Юрий Викторович, я вас благодарю за то, что пришли, ответили на вопросы. Присоединяюсь полностью к вашим пожеланиям. Уважаемые телезрители, с удовольствием поздравляю вас с наступающим Новым годом. Искренне желаю всего самого доброго. И надеюсь, что мы будем встречаться в нашем эфире регулярно и постоянно. Еще раз, Юрий Викторович, спасибо вам, спасибо всем, кто нас смотрел. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok